Всем привет ребятки, с вами Джофф и это новые ответы разработчиков. И сегодня мы начнем сразу с инсайдерской информации. Помните, когда-то давным-давно Слава Макаров, один из прародителей World of Tanks, намекал на какие-то новые интересные проекты. Вот эти цитаты, напоминаем вам. Сейчас мы делаем очень интересный проект в Сиэтле. Делает его Крис Тейлер, но никто не угадает, что именно он делает. Вторая цитата. Помимо этого делается еще два неанонсированных интересных проекта. Один из них может оказаться началом длинной истории. В следующем году будут анонсы. И еще одна цитата звучит так. Макаров говорит. Я верю, что придумал игру, которая будет интереснее танков. В общем, дорогие зрители, походу кое-какие из этих намеков уже обретают вполне реальные очертания. Поступила инсайдерская информация от наших европейских коллег. Игровой портал Rita Status Report сообщает, что World of Tanks 2.0 уже в разработке. Цитируем. Нет, это не шутка и не обман. У меня уже были подозрения в течение последних месяцев. Но мои инсайдеры Wargaming наконец подтвердили данную информацию. Wargaming в настоящее время работает над миром танков 2.0 с современными транспортными средствами. Такими же, как Warmore of Warfare. Игра находится в пре-альфа стадии и очень вероятно, что она будет объявлена в этом году. Возможно даже на Gamescom 2016. Но тут, ребятки, переводчики с портала Вотэкспресс говорят, что это все-таки маловероятно и, скорее всего, игра будет объявлена уже в 2017 году. Также, Rita сообщает, что Wargaming наблюдает за своим конкурентом Armored Warfare. Сейчас есть достаточно большой интерес к современным военным машинам у игроков. Плюс она говорит, что те видео и скрины, которые были выпущены 1 апреля 2015 года в качестве шутки, относят нас к очень ранней версии прототипа этого проекта про современные танки. И с тех пор движок получил серьезные улучшения и другие модели. В конце, Rita добавляет следующее. Так что, мне очень любопытен проект World of Tanks 2.0 и я надеюсь, что это будет тревожным сигналом для обсидианов. Мол, что им надо делать свою игру еще лучше. Я, ребятки, в свою очередь не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти слухи, потому что официально никакой пока что информации не поступало. Но, согласитесь, все выглядит вполне логично и закономерно. Потому что, если есть, скажем так, поле непаханное в плане современных танков, то почему бы Wargaming его не занять? Или, по крайней мере, не подвинуть с этого поля Armored Warfare, который там уже немножечко обосновался. В общем, я буду продолжать следить за ходом событий вокруг этого возможного проекта и сообщать вам самую свежую информацию. Ну, а теперь перейдем к другим новостям. На супертест выкатили новую карту. Рабочее название – замок. Как вы видите, ребятки, тут действительно есть большая открытая местность. По центру какое-то озеро, а справа – замок и какая-то стена возле него. Вот, видны две базы, видны объездные дороги, холмы. Ну и что, ребятки, я могу сказать про это просто прекрасное творчество отдела картостроения. Честно говоря, карта мне не особо нравится. Практически полностью открытая, не считая замка и нескольких там строений вокруг него. Вот, каких-то особо защищенных мест нет. Просреливается везде будет артиллерий. Да, кое-где есть какие-то небольшие перекрестки, на которых стоят небольшие, скажем так, домики. Но, опять же, карта открытая. Карта, скорее всего, будет такая вот достаточно кустовая и пассивная. В общем, ничего хорошего я в ней, честно говоря, не вижу. Возможно, ребятки, у вас есть какие-то мысли по этому поводу. Пишите их в комментариях. Но мне заранее эта карта также не нравится, как и студянка. В общем, лучше бы наши разработчики убрали Малиновку и Прохоровку, или просто передвинули их в Пересочницу, чем делать вот еще одно такое же постоянное стоялово. Ну, а теперь перейдем к ответам разработчиков. Сейчас, ребятки, перед вами будут выдержки из интервью с Максимом Чуваловым на гранд-финале Wargaming League в Варшаве. Цитирую. После смены формата киберспорта случился прирост по просмотрам примерно на 60%. Моды мы будем продолжать добавлять на постоянной основе в клиент. Мы наконец-то поняли, что хотим делать запрещенными модами, говорят разработчики. В скором времени мы огласим всю информацию, когда продумаем технические решения. Логично иметь API, через который мы будем взаимодействовать только с теми, с кем мы хотим. Улучшение интерфейса будет. Очки виртуальной реальности в VR? Наши ребята экспериментируют с ними. Протопитируют. Мы хотим быть готовы, если этот рынок появится в ближайшие пару лет, и все это взорвется и получит прорыв. Также Максим Чувалов говорит, что в мае будет много информации по World of Tanks. Я так, ребятки, понимаю речь о будущем патче 9.15, который принесет очень много интересного и нового в плане баланса. А вот что еще говорят разработчики. Мы осознаем, что польская ветка танков важна для польского комьюнити, но уже появилось много лживых слухов. Мы пока что не уверены на все 100%, как именно будет выглядеть ветка, потому что мы все еще собираем информацию. В зависимости от того, удастся ли насобирать достаточно инфы по танкам Польши, будет решено, делать ли отдельную ветку или сделать ее частью европейской сборной ветки. Проблема не только в польской ветке, но и в других ветках других наций. Сейчас исторический отдел работает с многими европейскими нациями, собирает инфу для веток Польши, Венгрии, Италии, Швеции и так далее. На данный момент разработчики нашли 12 проектов польских танков. Ну а сами, ребятки, польские танки, по словам разработчиков, планируются на 2017 год. Почему так поздно, отвечают разработчики? А потому что они хотят, чтобы новая ветка состояла из уникальных машин, а не так, как было с китайской веткой из клонов существующих машин. Вот тут, ребятки, в принципе, я полностью поддерживаю разработчиков, потому что те же чехи, они, конечно, забавные, да, но ничего особо оригинального в игру не привнесли. Ну, кроме того, что Шкода 9 и 10 уровня полные имбы. Вероятно, говорят разработчики, что премы Польши будут доступны раньше ввода ветки. По поводу проекта тяжелого танка Станислава Лема, по словам разработчиков, в игре он появится, скорее всего, только в каком-то специальном режиме или ивенте. Первый польский танк ТКС ЗНКМ-20А, прем ЛТ второго уровня, еще тестируется, и пока окончательно даже не решено, будет ли это или первый уровень, или все-таки второй уровень. Плюс, еще не решили, будет ли он премом, или же все-таки регулярной машиной. По поводу танка Руды. То, к какой нации его отнести, это чисто технический вопрос. Не исключено, что игрокам будет дана возможность решить, куда его отнести. Режим превосходства, по словам разработчиков, не взлетел, но у них уже есть кое-какие интересные идеи, как его переделать. Подробности КТТС. Персонализации танков пока что не будет, ибо у нас, у разработчиков, есть более приоритетные задачи. Последнее время мы ввели слишком много контента, с которым нужно разбираться и привести все к порядку. Мы не уберем, говорят разработчики, арту, и не сделаем плюс-минус один уровень боев, так как это не решит никаких проблем. Ну, тут я, конечно, не согласен, но вы, ребятки, мое мнение знаете, так что в очередной раз говорить о том, что плюс-минус один уровень боев сможет решить убогость многих танков балансную, я не буду. Вы и так это понимаете. Некоторые танки одного и того же класса имеют разные роли, и мы хотим это упростить. Проблема арты в том, что у нее долгое КД, и она наносит слишком много урона за выстрел. Мы изменим этот класс, говорят разработчики. Ну, в общем, ребятки, то, о чем я вам давным-давно говорил, о том, что артиллерию будут, скорее всего, ребалансировать, и просто класс будут полностью переделывать, это, ребятки, походу действительно так, и походу действительно арту переделают в какого-то саппорта, как и намекают очень давно нам разработчики. Также разработчики пишут, что в данный момент мы работаем над полным ребалансом танков, скиллов, экипажа и многими другими деталями интерфейса нашей игры. Несколько новых танков и карт будут введены в этом году. Мы и дальше работаем над разнообразием звуков в игре. Также разработчики говорят, что они работают над HD-картами. Плюс они говорят, что мы не отказываемся от Big World, потому что мы постоянно над ним работаем и улучшаем его. Его серверная часть это то, над чем мы работали больше всего, и мы не бросим это только потому, что мы удовлетворены результатами. Вот и в Тенкс на консолях, по словам разработчиков, выглядит неплохо, и они намереваются сделать нечто подобное и на ПК-версии. Например, сейчас они тестируют смену погодных условий. Плюс они обсуждают возможность ввода системы благодарности, как в корабликах. А вот это, кстати, ребятки, просто отличная идея, чтобы можно было не только там кого-то в игнор добавлять и жаловаться, но и кого-то благодарить. Также, ребятки, хочу вам сообщить информацию, что на супертесте World of Tanks продолжают тестироваться новые миникарты, более информативные и более читабельные. Вот, например, два примера, извиняюсь за тавтологию, того, как будут выглядеть миникарты Утеса и Энска. Как видите, все прорисовано более четко, какие-то поверхности, на которые невозможно заехать, заштрихованы специально, более четко видны дорожки, где можно заехать, где заехать нельзя, видны какие-то отдельные камни, холмы и так далее. В общем, ребятки, мне такие миникарты, честно говоря, больше нравятся, чем те, которые у нас сейчас есть в игре. А на этом, дорогие зрители, у нас все ответы разработчиков. Жмите лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментах, что вы думаете по поводу польских танков, по поводу новой карты, которая называется «Замок», по поводу новых миникарт. И, конечно, что вы думаете по поводу World of Tanks 2.0 с современными машинами. Нужно такое или нет? А на этом я с вами прощаюсь. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!